Сексуальные типы. Поиск идеального любовника. Автор Береш Джо Эм. Общий обзор. Рука Сюзетты скользит медленно, дразнище. Ее легкие пальцы, едва прикасаясь к груди мета, описывают на ней крошечные окружности и вызывают острые вспышки возбуждения. На его чувствительной к ласкам кожи. Постепенно, переводя руку все ниже и ниже, она начинает непрестанно хихикать. Его это одновременно и возбуждает, и отвлекает. Мэтт отчетливо помнит свою первую интимную близость с Сюзеттой. Тогда она казалась ему самой сексуальной женщиной на свете. Жизнерадостной, брызгущей весельем, искрометной, кокетливой, она часто заливалась заразительным смехом и получала от жизни удовольствие, как никто другой из его знакомых. Позже, однако, он стал задумываться, не являются ли для нее смех, заигрывание и кокетство способом избежать секса. Хотя они и встречались периодически на протяжении трех лет, она за это время ни разу не испытывала оргазм. И интимные отношения между ними случались крайне нерегулярно. А для его удовлетворения она нередко прибегала к иным доступным ей средствам. Вместе с тем, хотя она искренне уверяла Мэтта, что любит его, Сюзетта чувствовала непреодолимую потребность флиртовать с каждым мужчиной, оказавшимся в ее поле зрения. Если бы Мэтт знал, что Сюзетта принадлежит к типу актеров, это позволило бы ему избежать многих проблем и лучше понять свою партнершу. Когда они начинали встречаться, пол казался пресцильным самим совершенством. Он был истинным джентльменом. Всегда открыла для нее дверь, посылал ей поздравительные открытки и записочки со словами благодарности за любые незаслуживающие внимания пустяки, а к ее родителям относился с неподдельным уважением. Он даже не пытался забраться ей в блузку. Более того, он утверждал, что является девственником и намерен оставаться таковым до самой свадьбы. Но более всего прочего, ей импонировали его чистоплотность и аккуратность. Она никогда не вышла бы замуж за человека, который не пускает за собой крышку унитаза. Он был дотошен и педантичен во всем, что касалось его одежды и гигиены. Его автомобиль был безупречен как снаружи, так и изнутри. Казалось, во всем, что бы он ни делал, Пол стремился достичь полного совершенства. Он даже заправлял свою машину идеально. Он заливал в бак бензин точно по верхнюю кромку, ни каплей меньше. Он относился к этой процедуре очень серьезно, как будто заправлял топливом ракету, готовя ее к космическому полету. Когда насос автоматически отключался, свидетельствуя, что бензобак полон, по крайней мере, так подумали бы все остальные, пол не успокаивался, пока не заставлял его нацедить еще пару десятков капель горючего, залитую до краев емкости. И только дождавшись, когда из сливного клапана на мостовую стечет пинта лишнего бензина, он не без сожаления завинчивал крышку бензобака. Присцилла считала, что такая точность в супружеской жизни окажется не лишней и находила обстоятельность пола милой. Теперь же она встревожена мыслью, что его аккуратность сведет ее с ума. В первую ночь их медового месяца пол, лишившись, наконец, девственности, столько времени провел в душе, что она заснула, дожидаясь его возвращения. Сейчас она уже и не рассчитывает на второй круг интимных ласк. Привыкнул засыпать под мерный шум лющейся из душа воды. Когда она выходила замуж, Присцилла не осознавала, насколько сложной может стать ее жизнь с человеком, страдающим навязчивым неврозом. Теперь их жизнь иногда кажется ей просто невыносимой. Ей было бы значительно легче, если бы она понимала, к какому типу принадлежит пол и осознавала, насколько трудно для него измениться. Кен был добр и уступчив. Он никогда не настаивал на своем. Для Натали это было пределом мечтаний. Ее родители ни дня не могли провести без ссор, пока, наконец, не развелись, когда она училась на втором курсе колледжа. Неудивительно, что она решила построить собственную семью иначе, чем это было в родительском доме. Она просто не станет жить с человеком, который будет похож на ее отца. Властным, эгоцентричным, требовательным. Когда им приходилось выбирать между рестораном и кино, Кен всегда оставлял последнее слово за Натали. Его излюбленной фразой в этих случаях было «Как бы ты ни решила, я обеими руками поддерживаю твой выбор». Он почти никогда не возражал ей. Они ни разу не поссорились, и Натали едва могла поверить в то, как ей повезло. Интимная жизнь устраивала их обоюдно, и вскоре у них появилось трое детей. Однако почти десять лет спустя Натали оказалась у меня в кабинете, где я услышал от нее следующие слова. «Наверное, я подам на развод, Это какое-то безумие. Я знаю, что могу показаться вам ненормальной, но Кен слишком уступчив. Мне приходится принимать все решения в доме, и оттого я кажусь себе какой-то властной стервой. Я потеряла к нему уважение. Я больше не воспринимаю его как мужа. Я чувствую себя так, как будто у меня четверо детей». То, что Натали сначала приняла за уступчивость, в действительности оказалось зависимостью. В течение десяти лет их брака она постепенно становилась все менее и менее привлекательной для Кена, как женщина. В итоге призналась. Мы не занимаемся любовью вот уже больше года. А когда это происходило последний раз, у меня было навязчивое чувство, что рядом со мной в постели находится мой брат. Жизнь с зависимым партнером может показаться утомительной или скучной, но если вы действительно понимаете его, то в ваших силах построить свои взаимоотношения таким образом, чтобы не воспринимать супруга как собственного ребенка. Сэнди влюбилась в Россо с первого взгляда. Он буквально излучал уверенность в себе, стильно одевался и был душой любой компании. А как он умел ухаживать, цветы, воздушные шарики, плющевые зверюшки и восторженные стихи стали неотъемлемой частью жизни Сэнди после того, как она познакомилась с ним. Казалось, что автофургон службы доставки ежедневно появляется у ее дома или работы. Сэнди вынуждена была признать, что ее полностью покорил этот внимательный и обходительный молодой человек, несмотря даже на то, что ее подруги относились к нему с недоверием, говоря, что он слишком льстив. Но они ведь никогда не занимались любовью с Россом. У нее не было слов, чтобы описать ту бурю чувств и эмоций, которые он вызывал в ней. Сэнди была счастлива, что Росс обратил на нее внимание, поскольку до нее у него, несомненно, было множество женщин, а еще больше потенциальных поклонниц, терпеливо ожидали своей очереди в надежде, что он снова станет свободен. Да и он сам ненавязчиво давал ей понять, что она не единственная рыбка в пруду и должна ценить выпавшую ей удачу. Росс работал ночным управляющим в шикарном ресторане, но не хотел, чтобы Сэнди беспокоила его на службе. Он предупредил, что она должна обязательно предварительно позвонить, если надумает навестить его на работе. В большинстве случаев она неукоснительно выполняла его пожелания, но пару раз оказалась в ресторане внезапно, когда случайно проезжала мимо. Оба раза она заставала его с бокалом в руке в компании одной из официанток, и хотя он уверял ее, что это не более чем деловые отношения, она тем не менее чувствовала себя неспокойно. Она заметила, что он не прочь пофлиртовать и пользуется для этого любым предоставляющимся ему шансом, а также сам создает себе возможности остаться наедине с чьей-нибудь женой. Он был блестящим танцором и любил самозабвенно кружиться в танце, предпочитая выбирать себе партнершами других женщин. Однако к тому времени они уже были помолвлены, и Сэнди решила не уподобляться ревнивым женушкам. Кроме того, Рос заявил, что если она не способна смириться с наличием у него друзей женского пола, их помолка будет расторгнута. Рос сказал ей, что продал часть своих ценных бумаг, но получить за них деньги сможет только через пару месяцев. И спросил, может ли он воспользоваться ее кредитными картами, пока на его счет не поступят наличные. Разумеется, она разрешила. В конце концов, они вот-вот станут мужем и женой и будут вести общий семейный бюджет. Он подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом в два карата, на оплату которого ему пришлось потратить две ее кредитные карты из трех. На последней карте средств также не осталось, когда он купил какую-то дорогую видеаппаратуру, которую они должны были взять с собой в свадебное путешествие. За неделю до свадьбы анонимный доброжелатель оставил на автоответчике Сэнди сообщение, в котором назвал Росса лживым ублюдком. Незнакомый голос, кроме того, сообщил ей, что Росс не только управляет рестораном в Сан-Бернардино, но и женат на женщине из Лос-Анджелеса, у которой от него растет ребенок. Росс должно быть, почувствовал, что запахло жареным, когда Сэнди позвонила ему, поскольку рыдания не позволили ей произнести ни слова. К тому времени, когда она приехала в ресторан, чтобы откровенно поговорить с ним, Росса там уже не оказалась, как и адреса, по которому она могла бы разыскать его. На память о нем Сэнди осталось обручальное кольцо с бриллиантом в два карата, которое, впрочем, ей пришлось вернуть за часть реальной стоимости, чтобы начать расплачиваться по долгам, и горькое знание того, что значит быть возлюбленной льстивого социопата. Каждый из представленных выше примеров иллюстрирует важность понимания индивидуальных черт характера своего партнера. Именно духовная, а не физическая близость способна прочно связать две жизни. Весь секрет идеальных интимных отношений основывается на глубоком понимании духовного мира партнера и искреннем сопереживании ему. К сожалению, многие рассматривают секс единственно как половое сношение. Быть несравненным любовником означает для них знание тех кнопочек, ловких движений, оточенных техник, на которые следует нажать в нужный момент, чтобы заставить женщину трепетать от наслаждения. Вражение заниматься любовью слишком часто стало использоваться как эфемизм совокупления секса, лишенного духовной близости и заботы о партнере, в котором задействованы только гениталии и ничего более. Недостаток истинной духовной близости нередко пытаются восполнить обилием новых техник, изобретенных для того, чтобы сделать из вас неподражаемых любовников. Она занимается упражнением Кегеля, тонизируя мышцы влагалища для повышения своей чувствительности, а он тем временем неустанно ищет волшебные точки, воздействием на которые надеется превратить свою партнершу в необузданную жрицу плотских удовольствий. Подобные техники могут принести лишь мимолетный успех, если вам не удастся обрести духовную близость с партнером, который естественным и необходимым для вас станет делиться своими самыми сокровенными тайнами. В этой книге я на примерах продемонстрирую вам утверждение, что идеальная интимная жизнь произрастает из идеальной духовной близости, а не является следствием гимнастических упражнений или быстроты рук. Вам никогда не суждено стать искусным любовником, если вы лишены душевной чуткости. Иногда приходится слышать о бесчисленных победах некоторых известных спортсменов, одержанных ими за пределами стадионов. Однако крайне сомнительно выглядит вероятность создания сколь-либо значимых духовных отношений между одним мужчиной и двадцатью тысячами женщин. Любой, кто считает себя великим любовником, путаясь при этом в количестве завоеванных им поклонниц, жестоко заблуждается на свой счет. Одна из моих пациенток как-то описала свою половую жизнь следующими словами. Когда мы занимаемся этим, я чувствую себя спермоприемником. Более негативной и отстраненной характеристики интимных отношений мне, пожалуй, не приходилось слышать за всю мою практику. Однако многие и многие женщины страдают несколько смягченными формами того же синдрома спермоприемника. Субружеские пары любят друг друга в гробовом молчании или занимаются этим, не прекращая спорить о том, на что потратить будущую зарплату. мы превзошли своих стыдливых предков в понимании того, что половые отношения должны быть не только способом воспроизводства себя подобных, но и приятным время препровождением. Но тут нам медвежью услугу оказал Голливуд бесконечным тиражированием на большом экране в мельчайших подробностях интимных отношений, в которые вступают герои исключительно ради получения удовольствия. Даже великая фраза «Я люблю тебя» нередко утрачивает на экране свое истинное значение. Слишком часто кинематографические слова любви употребляются расточительно, неуместно и оттого обесцениваются. Разговоры о сексе являются непременным атрибутом голливудской продукции, обремляющим изображаемые на экране соответствующие действия персонажей. Вот только истинная забота о партнерах встречается в кино крайне редко, а единство души и любовь едва ли не отсутствуют вообще. Я написал эту книгу для того, чтобы помочь вам сделать свою интимную жизнь более полноценной, но это не очередное руководство на тему, на какие кнопочки нужно нажать, чтобы получить незабываемый секс. Анализируя характеристики личности, а не фокусируя внимание на эрогенных зонах, я помогу вам стать более восприимчивыми к своим партнерам не только чувственно, но и духовно. вы обнаружите, что наиболее эротические чувствительные зоны находятся не в половых органах, а в мозге вашего партнера. Вы станете тоньше и глубже понимать ту неразрывную связь, которая соединяет в одно целое жизнь дневную с жизнью ночной. Чтение этой книги поможет вам понять личность вашего партнера, проявляющуюся не только в постели, но и во всех компонентах жизни. Это будет способствовать возникновению между вами более глубокой духовной и физической близости. Вместо того, чтобы предаться исключительно физиологическому слиянию, вы ощутите в себе потребность понять своего партнера до самых сокровенных глубин его души, что в итоге принесет вам куда более полное удовлетворение, чем обычная физическая связь. Кроме того, из этой книги вы сможете почерпнуть немало полезных сведений, которые помогут вам улучшить свои отношения не только с любимыми, но и с другими, менее близкими вам людьми. вы научитесь правильно и успешно взаимодействовать с представителями практически всех существующих типов личности. В первую очередь мы будем уделять внимание вопросам половых отношений, но немало места отведено в книге и пониманию характера человека, которого вы любите. Если вы проникнете в индивидуальность вашего партнера, то значимость поз, которые вы принимаете при занятиях любовью, тут не утратит свою актуальность. Духовная близость, а не техники секса, вот чему посвящена эта книга. Нечто подобное такой близости существовало между российским императором Петром Великим и его женой Екатериной. Петр страдал от конвульсионных конвульсивных судорог, тиков, лицевых мышц, приступы которых наиболее часто случались с ним во время стрессовых ситуаций. Эти судороги часто приводили его приближенных в суеверный ужас, но Екатерина знала, как вести себя в таких случаях. При первых признаках надвигающихся приступов приближенные императоры бежали за Екатериной, которая немедленно приходила к мужу, заставляла его лечь в постель, укладывала его голову себе на колени и начинала нежно поглаживать волосы и растирать виски и продолжала делать это до тех пор, пока судороги не прекращались и император не засыпал. Он спал, а она часами неподвижно сидела рядом, и только руки ее ласково гладили голову мужа. Стоило тому пошевелиться. Петр всегда просыпался свежим и отдохнувшим, но император нуждался в жене далеко не только как в сиделке. Ее умственный и духовный потенциал был таким, что она могла не только успокаивать его, играть с ним, любить его, но также и активно участвовать во всех сферах его жизни, разговаривать с ним о серьезных проблемах, обсуждать его замыслы и начинания, поддерживать в его намерениях и помыслах. Петр не только находил успокоение в ее присутствии, но и черпал уверенность и душевное равновесие в разговорах с женой. Открывается скобка Месси 1980-й год, страница 376-я, закрывается скобка. Я не знаю наверняка, чем Петр и Екатерина занимались в постели. Я уверен, что Петр никогда не слышал об эрогенных зонах, а Екатерина не практиковала упражнения Кегеля. Не пролистывали они и Космополитен, и Редбук в поисках советов, как стать первоклассными любовниками. Но они были духовно близки друг другу. И я готов спорить, что в постели они были великолепны. Вы тоже можете стать такими.